Давайте поприветствуем те, кто сделал это кино. Ну, ребята, как мы... Еще один стульчик можно? Еще один стульчик. Как? Я дома. Вам сломан, и мне еще его звукорежиссер Игорь Терехов. Ага, спасибо. Тогда все. Отлично, надо. Я думал, что у вас есть. Готовим вопросы пока. Готовим. Приготовили? Ну, замечательно. Ну, давайте, чтобы время не терять, я свой первый вопрос задам Илье непосредственно. Вот буквально вот как синопсис. Расскажите, пожалуйста, вашу историю создания этого фильма. Со сценария того, как вас туда позвали. Вот как случилась эта история? Развод по собственному желанию. Ну, мы очень долго шли к... Я очень долго шел к картине, потому что закончил я в 2009 году. И с 2009 года пытался запуститься со своим дебютным проектом. В 2013 году я дал себе последние два месяца в Петербурге, потому что, в общем, мне казалось, в принципе сейчас кажется, что в Петербурге активность в плане кино в разы меньше, чем в Москве. Поэтому я дал себе такие последние два месяца. Если за эти два месяца ситуация не меняется, то я уже в Москву. И как раз в эти два месяца была встреча с одним из продюсеров картины, к сожалению, который потом не смог работать по некоторым причинам с Александром Махтелевским, который выбрал меня из... Я не знаю, там вводили очень много курсов. Просто Ленфильм планировал запустить несколько проектов, один из них дебют. Ну и вот там весь наш курс приходил полностью на встречи. Приносили свои сценарии, проекты. И так или иначе там вот получилось, что остановились на мне. С каким проектом запускаться, пока вначале было непонятно. Я принес несколько сценариев, что-то больше нравилось, что-то нет. Поджимал уже конкурс в Минкульте. И за два месяца... Ну, мы начали писать один сценарий, несколько там были в разработке. Но за два месяца до подачи мы поняли, что процесс создания собственного сценария еще пока очень... Еще не один месяц уйдет на это, и мы совершенно случайно Сергей Олегович Снежкин принес нам сценарий, написанный лет 10 назад, как продолжение фильма «Влюблен по собственному желанию». Мы прочитали... Ну, я прочитал сценарий. Это был один из 70 сценариев, которые я прочел. С первого раза влюбился, и в нем были живые герои. Ну, очень такие близкие мне темы. Поэтому мы остановились на нем, он понравился продюсерам. Дальше был долгий полтора года. Ну, там, через два месяца мы подали сценарию Минкульт. Ездили на питчинг, выиграли конкурс, и через год запустили в производство картину. Вот такая была вкратце история создания фильма. Подготовка. Спасибо большое. Ну, я вот, да, первый вопрос задала. Ребята, давайте, пожалуйста, спрашивайте. Желательно, чтобы все члены группы попали. Так сказать. Да-да-да-да-да. Чтобы мы всех услышали сегодня. Да, из тех, кого не было, Алексей Подерин, художник-постановщик, и Сергей Зайков. Молодые ребята с недавно закончившей у Владимира Светозарова. Это большой университет. Давайте их поприветствуем. Да, я еще разочек представлю всех. Звукорежиссер Игорь Терехов, художник по костюмам Ксения Пасюра, один из актеров фильма Вячеслав Крабицын, художники Алексея Подерин и Сергей Зайков, и второй оператор картины, проработавший. И как первый, когда у нас Сергей Валентинович Астахов на некоторое время заболел и выпал на несколько дней из проекта, Василий, не испугавшись, взял камеру в руки и как бы работал в лоне нашего фильма. Вот. Спасибо. Я понимаю, наверное, что этот фильм немножечко не для подростковой аудитории. Я не знаю, мне кажется, что в 20-25 лет, вот я сидя бы на вашем месте, наверное, бы картину скорее не понял и не воспринял бы, потому что мы хотели попасть немножечко в струю кинематографа 80-х годов. Да, вопрос в том, что, наверное, это просто я начну какой-то разговор. Мы с Астаховым хотели снять фильм в духе того времени, мы хотели передать атмосферу. Мало того, что у нас была некая отправная точка, и там влюблен по собственному желанию один, который снимал же опять же Астахов, поэтому, почитав сценарий второй части, он согласился вообще без всяких вопросов. И, в общем, мне было большое удовольствие работать с мастером, с таким как Астахов. Поэтому я, наверное, ну, просто понимаю, что здесь, наверное, остались те, кто либо заинтересован в дальнейшем работать в кино, либо какие-то очень усердные зрители, потому что я понимаю, что смотреть фильм про проблемы 40-летних, 50-летних, это, наверное, не очень с точки зрения просто мыслей интересно, но спасибо, что остались, спасибо, что досмотрели, спасибо, что реагировали. Если бы у нас, например, другие аудитории были, я понимаю, что бы мы попадали к примеру, у нас целевая аудитория фильма была 40+, женщина 40+. Поэтому вот когда мы были в Выборге, там, да, на кинофестивале, там практически три четверти зала сидели женщины, и там просто через хохот, мы сами не ожидали, что у нас фильм такую вызовет бурную реакцию, много раз аплодировали. Ну, в общем, это я просто к тому, что я, спасибо вам большое, что вы как-то реагировали на картину и как-то к ней отнеслись. Вот. Почему в кино никого не замочили ваши леди? Да, у нас мы тут, да, меня все спрашивают, почему у нас нет там трупов, и никого не убили, и никто не порезал себе вены. Были, да, такие мысли, кого-нибудь замочить. Какое счастье, что этого не было. Спасибо. В общем, да, еще раз говорю, мы как бы старались выдержать жанр мелодраму и старались выдержать те задачи, которые мы себе ставили, ограничения в плане эпохи, ну, как бы передать некое ощущение эпохи, передать некое ощущение того старого кинофигурова. Ну, как старого, 30-40-летней давности. Илья, можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а чья идея потрясающая с пролетящим пропеллером вдоль дома, вдоль двора? Это было просто потрясающе. Это была идея автора сценария, поэтому мы, значит, получили сценарий, ну, когда я первый раз получил сценарий, мы очень много перерас... 24 раза был еще переписан, дописан сценарий, потому что за 10 лет, к тому моменту, когда мы его сняли, он немножко уже устарел, но как бы, несмотря я даже на нем все на этом, все равно он был для нас жив и интересен. Спасибо. Еще какие-то вопросы есть? А нам тут сообщили, что тот, кто задал три хороших вопроса, получает в руки микрофон. Это я к тому, что я задаю последний микрофон, а потом жду еще какие-то вопросы, чтобы с честью передать дальше. А кто представляет в вашей команде грим-цех? К сожалению, да, гримеры не смогли сегодня подойти. Вот вы знаете, больше всего вопросов как раз у меня к гримерам, потому как мы представляем здесь Мариинский театр грим-цех, и вот пришли посмотреть, в Мариинском театре целая была просто пропаганда, сходить посмотреть фильм молодого режиссера. И мы, собственно, гримеры пришли. И естественно, что у нас возникла масса вопросов, вот именно как... я посмотрела даже, что Цветкова называется, девочка, которая была художником по гриму. Собственно, вопрос-то я сейчас озвучу, а вы, пожалуйста, передайте этому гримеру вашему. Так получилось, что мы очень часто сталкиваемся с женщинами, бизнес-вумен, которые держат, просто создают империи, и сами они властвуют, и, собственно, являются представителем и лицом того, что они создали. Никогда в жизни я не встречала двух сильнейших, скажем так, императриц, которые вдруг приходят в свои владения с рогаликами пятеррублевыми на голове и с крабиками пластмассовыми. Этого нет в жизни. Что это были за фантазии? И правда ли, что это фантазии гримеры, либо кто-то ей посоветовал? Такой сложный вопрос. Вопрос, откуда на бизнес-вумен взялся рогалик пятеррублевый и на другой крабик. Этого нет. То есть люди, которые занимаются тем, что вы показали, они очень тщательно следят за своим образом. И обычно это хорошо, уложенные прически. Оля, это же кино. О чем ты говоришь? Это же кино. Ну, я могу ответить, это же кино, да? Спасибо. Вы же задаете вопрос, вы же на него и отвечаете. Вы знаете, я работаю с некоторыми очень значимыми режиссерами в этом городе. Я просто поняла, что сейчас вы мне подсказали эту отмазку, что когда я где-то буду лажать, очень сильно, по-крупному, и режиссер просто будет обязан подойти ко мне и сказать, дорогая, это просто кино. Но я счастлива тоже работаю с Северова, просто. Спасибо. Спасибо. Отлично, спасибо большое, отличный фильм, нам понравился, нам 14-летним очень понравился. Шейла, спасибо вам большое за стихи, они у вас просто волшебные, я как-то не раз слышал их, я впечатлен, спасибо вам большое. У меня такое ощущение, что про Северову не очень забудут, и заколочка в волосах меня ничуть не смутила, я даже ее не заметила, и видела я богатый, и богатый, и за рубежом, и здесь, и с такими же пластмассами, что вы ходите, меня плохо слышно? Да, лучше в микрофон говорите. Хорошо, вы знаете, я хочу сказать огромное спасибо команде за тот Петербург, который они так любят, это первое. Я наслаждалась этим городом, и кричала так вот рядом с сидящим человеком, а вот это я не помню где, вот это вот там, я потом у Ильича спрошу. Вот огромное спасибо за любовь к городу, который этого заслуживает. Второе. Да, 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 да. Второе. Мне кажется, что, Илюшка, этот фильм не для нашего поколения, а для вашего, потому что иногда дети не успевают заметить, чем и как живут, ой, микрофон, чем и как живут их родители. Мне кажется, после этого фильма захочется видеть, вот так, ой, я привыкла к микрофонам. Захочется видеть, увидеть, а чем же живут, как, чем дышат мама с папой. Вот очень хотелось бы, чтобы после фильма ребятки это захотели сделать. Великолепная работа художников. Квартира, ну просто один в один. Там столько того, что было у моих соседей, у меня в жизни и прочее, и прочее, и прочее. Так, сейчас я буду забывать, что хотела сказать. В течение фильма мне все время хотелось что-нибудь выкрикнуть, что-нибудь еще сказать. Вот, но я обязательно что-то проанализирую, продумаю. Мне, может быть, мешало смотреть фильм, потому что я волновалась. Я волновалась за тебя. Это как после вычитывания диссертации супруга я теперь читаю аннотацию к таблеткам и ищу там ошибки. Это ужас. Вот я не... Честное слово, я не знаю, когда я вылечусь от этого. Я смотрела, думаю, так, так, это правильно, это хорошо. Так вот здесь, ой, можно расслабиться. Ой, какие красивые виды. Ребята, где вы сняли? Вот велосипедисты где едут? Ой, какое чудо. И вообще, конечно, замечательно. Как одеты были. Что не так? И велосипедисты молодцы. Господи, в такую погоду, в такую погоду гонять актеров, актеры или профессионалы, бедные. Вот, а самое... Профессионалы. Профессионалы? Спасибо. Да, 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 да. Что-то еще хотелось сказать. Господи, как ты вырос быстро, зачем вы так быстро рождете? Ребята, растите, талантливая молодежь. Следите, чтобы не было пластмассовых заколок там, где не хочет кто-то их видеть. Но в то же время закалывайте пластмассовые заколки там, где вы хотите их видеть. И главное, будьте здоровы. Спасибо. Я хотел бы пару слов сказать спасибо всей съемочной группе. Отлично поработали. Меня вот 14-летние затащили сюда, 15-летнего. Как раз вот я сидел и делился, что этот фильм для нас. Во время фильма я с Шейлой там беседовал. Говорю, это про меня, это вообще, то есть история про меня написана. Она знает немножко мою судьбу, как бы такую. Вот, и я тоже там не снимался в кино, но то, что я вот увидел сейчас, в отличие от многих фильмов, которые я за последнее время смотрел, я просмотрел его на одном дыхании, вот буквально. Я смеялся, я переживал, и это было просто здорово. Давно не видел таких нормальных фильмов. То есть фильмы, которые сняты нашими питерскими или вообще нашими российскими режиссерами, это просто один из лучших фильмов, которые я видел. Это правда. Я не говорю там каких-то там больших, я не знаю, с точки зрения критики. Просто для меня, как простого зрителя, мне было просто приятно и весело это все смотреть. Мне сказали, что это комедия, но я действительно смеялся, мне было очень-очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Я бы хотел вопрос, ну, простой довольно-таки задать. По поводу бюджета картины и из чего он формировался вообще, из каких источников? Бюджет картины Минкульт выделил 25 миллионов рублей, плюс 30 процентов киностудия привлекла. В качестве своих собственных средств, техникой, реквизитом, костюмами и всем остальным. Ну, то есть суммарно где-то около 35 миллионов. У нас было 22 смены, два месяца подготовки. Ну, практически подряд 22 смены. Но это очень мало, если не знаю, кто сталкивался с производством, то для полуметражной картины. Хотя сейчас все пытаются в эти сроки уложиться и в эти мизерные бюджеты, которые есть, ну, как бы, ну, вот, мы получили то, что получили. Все старались. У нас была очень молодая, за исключением, там, Сергея Валентиновича и Игоря Терехова команда. Игорь Витальевич, прости, если я тебя назвал не очень молодым. Ну, вот, ну, так все в целом работали, там, люди очень бодро и весело. Еще раз говорю, это идет немножечко в разрез тем, может быть, что вы увидели, что это не такое бодрое, динамичное, резвое, наглое кино, которое, может быть, хотели бы видеть студенты, да, от выпускника, от человека, который только недавно закончил. И, там, я, да, мне 32 года, и я, как бы, самый молодой человек. Но мы шли в русле нашего сценария, мы шли в русле тех задач, которые мы ставили. И, ну, мы, там, понятное дело, что сейчас по прошествии времени, как бы, что-то я сделал по-другому, но в целом мы сняли то кино, которое мы хотели. Там, да, были худсоветы, очень много мы переработали по сценарию со Светланой Хромолитой, это жена покойного Алексея Юрьевича Германа. Она была редактором картины, ну, в целом, вообще, студия очень помогала, и, ну, в общем, много чего дала мне в профессиональном плане. Ну, и вообще, в принципе, старт, если в прошлом году, насколько я знаю, Минкульт выделил всего два дебюта, да, то, представьте, там, один на Москву, один на Питеру. Когда мы печенговались, Минкульт выделил, по-моему, что-то около 15-17 проектов дебютных запустили. Вот, ну, соответственно, в прошлом году два, в этом году посмотрим, еще конкурс не объявлен, сколько дебютов они запустят. Потому что, мне кажется, самое главное, это, в первую очередь, запускать молодых, потому что, ну, без этого, без обновления киноотрасли, что мы будем иметь через, там, 5-10 лет. Если не давать, не запускать дебют и не давать, как бы, вам, фактически, да, следующий проект, то, мне кажется, все это рано или поздно, очень быстро закончится. Еще какие-то, а, у меня есть два вопроса из интернета, я так понимаю. Да, да. Меня слышно? У меня есть к вам два вопроса. Первый из них, вы неоднократно подчеркивали то, что этот фильм более направлен на старшую аудиторию, то есть 40-50 лет. Но нам сейчас все говорят и мастера подчеркивают, что надо работать над материалом, ну, который более близок, особенно по возрасту. То есть возникает такой вопрос, почему именно этот сценарий, что вас в нем зацепило, и почему именно эта идея? То есть вы прочитали сами, что очень много работ, почему все-таки именно это? Почему я говорю, что фильм рассчитан на немножечко другую целевую аудиторию? Я считаю, что кино — это некий продукт, да, у каждого продукта есть своя некая аудитория целевая, на которую ты изначально ориентируешься. Было бы странно снимать этот фильм в каком-то духе, там, не знаю, горько, там, безумно динамичной камерой, используя какие-то там приколы современные, молодежные, да. Ну, то есть изначально этот сценарий этого не предполагал, и мы сознательно от этого всего себя отгородили. Хотя, может быть, там, если будет другой сценарий, мне будет интересно снять и другую историю. Значит, сценарий, ну, я сказал, что из 70 сценариев, он первый, в котором были какие-то человеческие персонажи, в которых в этом сценарии влюбляешься в героев. Мне, понятно, близка эта история, и, ну, мне было интересно в этом во всем покопаться. И, ну, как бы скажем, отклик тот, который поступает от той аудитории, на которую мы рассчитывали, да, он соответственный, да, ко мне очень много подходит. Людей после просмотра говорят, что, да, это, там, моя история жизни, да, это, там, мне очень близко. Еще раз говорю, поэтому есть всегда некий месседж, да, есть всегда некий посыл, и ты изначально знаешь, для кого ты снимаешь кино. Я не могу там просто самовыражаться, да, у меня там были студенческие работы, и вот это было поле экспериментов. Я не знаю, там видел, не видел кто-то, там эксклюнические работы, там были авторские работы, и такие тяжелые драмы. То есть там вот вам поле для того, чтобы испробовать все, что вам интересно, все, что вам хочется, все, что вам никто ни в чем не запрещает. Если умный мастер, как, ну, я безумно благодарен Константину Сергеевичу Лапшанскому, который нас воспитывал так, что он никому не давал направления. Кто что хотел, то и снимал. Поэтому здесь вот попался такой сценарий, который сразу и меня, и съемочную группу, с которой мы хотели работать, и продюсеров сразу привлек, и нам сразу эта история понравилась. Да, я часто слышу вопрос, почему там я, 32-летний, там снимаю кино про 5-10-летних. Ну, я тоже там недавно женился, и через какое-то время, может быть, тоже столкнусь с каким-то проблемой. Ну, не знаю, одну картину там, у меня была картина «Бездна» по Леониду Андрееву там, частично. Я, к примеру, ее снимал, потому что вот какая-то была такая сильная боль и сильные какие-то такие переживания после прочтения рассказа, что я не мог их не выразить. Здесь просто я сразу влюбился в персонажей, и здесь сразу было мне все понятно, и плюс интересно было во всем этом разобраться. Вот. А так, я считаю, говорю, что пока учитесь, мне кажется, что самое главное – это попробовать все способы, как не надо, чтобы найти тот способ свой, как надо. Ну, как бы вот. И второй вопрос – это касается финансирования, почему так затянулся дебют, это именно касается того, что не могли долго найти деньги на проект, и почему так много раз переписывался сценарий, чем это было вызвано? Ну, после того, как продюсеры посмотрели мой дипломный фильм «Бездну», они захотели со мной работать. Еще не было сценария, ну, то есть у меня были какие-то сценарии, которые я им и предложил, но, к сожалению, они по каких-то их соображениям, там один сценарий был, понятное дело, что не вмещался в те рамки бюджета, которые планируются на дебютное кино. Ну, мы стали еще искать, ну, вот, бюджет, да? Я ответил? Примерно, да. Вот. Ну, и вот так возник, мы стали, мы искали сценарий, вот возник этот сценарий случайно, случайно на него наткнулись. А вторая часть вопроса была… А почему так много раз переписывали? А много переписывали, потому что, ну, когда вы становитесь дебютантом, вокруг все знают, как снимать кино. То есть вокруг тебя 30 человек, там, 10, там, 5-10 продюсеров, все знают лучше, чем ты. И поэтому тебе нужно каждому доказать, что именно твое видение, твоя точка зрения им заслуживает внимания. Если, как бы, это ваши деньги, там, у вас, там, лишние 30 миллионов, у вас, там, друг, брат, там, дал вам деньги, то, естественно, вам ничего никому доказывать не нужно. Вы спокойненько снимаете, самовыражаетесь, делаете все, что хотите. А тут нужно за каждым шагом, мне, за каждый шаг мне нужно было отчитываться. Вот, ребята помнят, у нас был несколько раз худсовет. Мы перед съемками, мы готовили большую подачу. Там Ксения рисовала эскизы, художники рисовали эскизы декораций, Ксюша костюмов. Мы делали, там, представляли локейшн. Такого не было, там, лет 20 на киностудии Линфильмы. И все вот на нас смотрели, вы что, проект защищаете? Мы говорили, да, ну вот так вот вернулись в советские времена, мы защищали весь проект полностью. Первый раз там у нас не приняли, мы переделывали, это была гигантская работа. И каждый раз, там, за каждым шагом, в общем, стояли большущие усилия. И поэтому, когда становишься дебютантом, ты просто должен всем и всем доказывать, что именно твое видение заслуживает внимания. К примеру, там, каким-то, там, сценам, например, мы не сходили с художественным советом. Я могу там какие-то такие небольшие тайны приоткрыть. Я договорился с исполнительным продюсером, и порядка 10 сцен мы сняли в двух вариантах. Я сказал, что ни одного часа переработок не будет. Я договорился с Астаховым, я договорился с актерами, и мы сняли, говорю, около 10 или 11 сцен в двух вариантах, в тех же самых бизнес-сценах, с разными диалогами, с разным всем. И мой вариант был убедительнее, как бы даже ни у кого не возникло вопросов. Все сцены, которые я хотел, они вошли в итоговый фильм, и другие даже не рассматривались. Ну вот, тоже были сложности, и поэтому переписывал сценарий, поэтому была такая большая работа. Илья, скажите, а вы взяли, пригласили актеров, сразу зная, что именно Южкевич будет у вас сниматься? Или вы делали кинопроб? Нет, большие, по порядку двух месяцев шли пробы у нас. Вот Наталью Суркову я изначально видел как-то в этой роли, поэтому даже когда мы на Пичин представляли Дримкаст, она была, висела у нас фотографию в Дримкасте. С Костей все сложнее, мы очень, мы попробовали практически всех питерских актеров. Я издал в Москву на кастинг, и все никак не могли найти, пока вдруг не вспомнили о Константине. Вызвали его, и это было попадание в десятку. Потом нашли Славу. Время из-за Славы была очень интересная история. Он один из первых пришел на пробы, Вячеслав Коробицын. Мы посмотрели его, я сказал, ну да, хорошо, давайте следующего. И как бы, и после этого попробовали порядка 50 парней. Дальше уже Наталья попробовалась, нашли Костю, и я все думал, кто же будет сыном? И художник, ой, художник, ассистент по актерам, мне все говорил, Илья, посмотри еще раз пробу Славы Коробицына, посмотри ее. Я все говорил, да нет, ну что ты, не надо, давай, давай еще, еще, еще. И мы еще звали 10 человек, еще 10 человек. Он говорит, посмотри Славу Коробицына. И когда я где-то спустя 2 недели посмотрел на Славу, я понял, что это наш герой. Я говорю, Ксюша, а что ты не показывал мне его? Он говорит, как, ты же сам задаешь там вопросы. Ну, в общем, да, там есть еще маленькие. Вы не прогадали. Спасибо. Ну, в общем, да, все это очень долго собиралось. Очень долго мы искали Гальцева. Ну, как искали, в смысле, что пробовали. Да, что его искать? Значит, пробовали тоже очень много актеров, но вот именно какой-то такой легкости, прозрачности, юмора, лиричности ни в ком не видели. И когда я предложил на эту роль Юрия, вспомнив «20 дней без войны» Никулина, я подумал о том, что, может быть, человек, который больше тогда из эстрады, скажем так, но сможет достичь той какой-то степени трогательности и наивности. И действительно на пробах он приехал, и было то, что нужно. Скажите, пожалуйста, а почему вы отказались от записи чистового звука на площадке? Просто слышно, что фильм полностью переозвучен. Ну, как раз этот фильм не полностью переозвучен. Там как раз где-то, наверное, одна четверть чистовой фонограммы. Поэтому то, что вы не слышите, какие куски озвучены, какие, я не услышал, кому я отвечаю, правда? Нет. Но то, что четверть фонограммы у нас чистовой звук, это как бы, значит, хорошо, что вы этого не заметили. Но это изначально мы не планировали, потому что у нас были шумные объекты, и там переграждать пол Невского или чего-то еще там, ну то есть это было просто нереально. В этих бюджетах, да, на нормальном кино берется просто район, там все районы вокруг оцепляются, и пишется нормальная чистовая фонограмма. Мы понимали, что мы такого себе позволить не можем. Причем где-то там, где это было возможно, хотя мы даже вообще на площадке не планировали писать чистовую, и просто чудом, что у нас замечательный был звукорежиссер, звукотехник на площадке, и мы как бы четверть вошла от чистового звука. Скажите, а кто у вас записывал звук на площадке? Вопрос. Нет, да я помню его, а фамилию-то не помню. Ну, в общем, да, просто Лёва, да. Значит, Игорь, да. Полярность такую. Добрый вечер всем. Очень хорошо, что вы остались. Понятно, что, наверное, остались люди заинтересованные. Как-то услышать что-то от нас, не только о том, какая фонограмма чистовая, черновая, как она звучит. В принципе, мне кажется, что это вообще не очень интересно. Потому что самое главное интересное то, если тебе интересно кино. И возраст здесь ни при чем. Вот дети, они как лакомство в бумажке. Какой фильм не поставь. Если фильм хороший, они будут смотреть. Если фильм плохой, развернуться ведут сразу. Поэтому в разговор о заколках, если уж мы говорим об этом, то, в принципе, художественные решения любые, будь то звукорежиссер, кремер, художник по костюму, они договариваются, как вы понимаете, в подготовительный период о том, кто у них как будет выглядеть и какой образ будет у того или иного актера. Поэтому мне не кажется, я, к сожалению, почему вот про съемки не могу сказать фамилию звукооператора, который был на съемку, потому что я уже после съемок, когда постпродакшен начался, я подключился к работе картин. Поэтому я думаю, что не это, наверное, самое интересное, какие-то такие детали. А если мы на экране видим то, что видим, значит, наверное, это как-то продумывалось. Не думаю, что кино большого формата, даже если это дебют, при таком количестве продюсеров, со-продюсеров, редакторов может иметь массу случайностей. Думаю, что это исключено для большого кино попадание случайностей. И мне кажется, что, ну вот Илья, я хочу сказать, обратить ваше внимание, и вот к вопросу о том, какой возраст и так далее, мне кажется, что он очень хорошо разобрался с этой ситуацией, как-то прочувствовал это. И для меня, например, даже странно, что вот эти персонажи этого возраста, которые были там в картине, герои все, что они настолько как-то им пережитны. Ну, видимо, может быть, это актерское первообразование сказалось. Вот. Мне кажется, что оно сделано со вкусом. И самое сложное, что там мы определим жанр, мелодрама это будет, или какой другой, это не важно. Это кино должно быть действительно легким. И вот самое сложное сделать, чтобы оно легко воспринималось. Очень легко сделать тяжелую драму, сделать много очень усилий для того, чтобы было не только кроваво, а сложно и страшно. Это проще. Сделать легкое человеческое кино, которое тем более для тебя, как для режиссера, да, дебют может быть, хотя я не уверен, что это дебют, это все-таки уже движение профессиональное у Ильи Борисовича. Вот. Поэтому я думаю просто, что это уже иной этап. И как профессионал, а у нас с вами здесь все-таки профессиональная среда, звукорежиссер это подчиненная профессия, ты должен уметь работать в разных жанрах. Но если режиссер берет материал, сценарий, который он должен воплотить на экран, какого бы жанра он ни был, он обязан это сделать профессионально. Конечно, он может отказаться, да, сложно представить, что режиссер жанра, там, скажем, драмы, трагедии стал бы снимать вдруг почему-то комедию. Ну, профессионально, потому что просто ему предложили за большие деньги. Не получится. Ну, просто не получится в его органике. Поэтому, наверное, это не стоило бы делать. И, наверное, так и существует в жизни, что актеры, которые, режиссеры, простите, которые занимаются в своем жанре, они не переходят эту границу. Поэтому для Ильи, мне кажется, это я просто поделюсь с вами своими ощущениями, для Ильи, мне кажется, это большая победа. Сделать такое кино, вот именно находясь в возрасте таком, там очень серьезно сказывается переход от советской жизни к нашей сегодняшней. Мы все-таки люди постарше, мы советской эпохи, мы вот оттуда. Поэтому я не думаю, что Ильи это было легко, но мне кажется, что в кино это получилось непринужденно и как-то естественно. Кто бы как к этому не относился. То, что касается фонограммы, которая была записана на площадке, переозвучена, это тоже ведь, ну, мне кажется, только одна деталь. Потому что в этой картине много разного звука, вот, совершенно разного. И Илья человек, который очень талантливый. И он, вот не знаю, может быть, он не согласится, он думает, что согласится. Я ничего не сделал для того, чтобы надавить на него, чтобы что-то с точки зрения звука было так, как хочется мне, а не так, как хочется ему. Вот я старался, чтобы это было максимально так, как хочется режиссеру. Потому что я бы делал, например, ну, другой немножко звук, совсем по-другому его формировало, он бы был другой по политре. Но режиссер, он так чувствует свою картину, поэтому он должен получить в руки и в уши то, что кажется ему, чтобы зрители услышали, то, что чувствуется им. Вот, поэтому до самого последнего, самого последнего момента выхода картины, Илья очень много генерировал всеразличных идей. Вот, и в том числе, вот эти замечательные титры, которые появились в конце, были уже сделаны после того, как мы окончили перезапись практически. То есть до самого последнего конца он работал над картиной, все улучшал, насыщал. То есть это было его, он с этим жил. Вот, и мне кажется, что это очень ценно и важно. Извините, что я так долго. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос к оператору, ко второму оператору. Как снимались сцены города, то есть именно жизнь города? Это улицы, идущие люди, это документальные кадры или постановочные, то есть массовка? Когда мы планировали снимать город, мы разделились на две команды. Вот постановочную, репортажную часть, которую вы все видели, да, где большинство кадров было с велосипедами, людьми, какие-то жанровые картинки, пейзажи. Это снимал я вместе с Рильей, такой малой группой. Мы бегали без разрешения, просто снимали то, что мы хотели, попадая, скажем так, в состояние, ну, романтического такого Петербурга. А вторая часть, вы, наверное, ее не заметили, это такой ночной проезд. Сергей Валентинович сделал специальное такое устройство, которое стабилизировалось на машине, и там момент, где жонглируют огнями, там вторым слоем идет изображение проезда по городу. Вот это он снимал специальным своим устройством, и вот он сложил всего одну смену, он снимал это, а я снимал с Ильей, бегали по городу, и мы вот так снимали. Просто подглядывали за людьми, не вмешиваясь. Тогда можно еще вопрос, типа, как решалось это с продюсерской точки зрения? Ну, то есть разрешение имели? Ну, то есть сейчас же в кадре люди, которые в кадре должны иметь согласие? Было решено? Может быть, это неделикатный вопрос, извините. Ну, насколько я знаю, если съемочная группа меньше пяти человек, то, в принципе, можно снимать без разрешения где угодно, естественно, если это не какая-то частная территория. Если больше, если есть какие-то там световые устройства, краны, тележки и переграждения по проезжей части, конечно, тут без разрешения и полиции, к сожалению, никак не обойтись. А так, в принципе, ты можешь бегать и снимать все, что хочешь. Подскажите, какая камера использовалась для таких мобильных съемок? Все снималось на Red Dragon. Мы вообще снимали кино на две камеры, чтобы ускорить процесс. Одна вот при восьмерках, одна снимала средний план, другая крупная. Это очень хорошо позволяло экономить время, которое и так не было. Как решалась постановка света в таких случаях? Ну, то есть, были ли какие-то уступки в свете именно? Ну, то есть, двумя камерами снимать сложно, когда... Ну, то есть, в постановке света он ставился... Ну, расскажите просто про постановку света, когда снималось двумя камерами. Ну, мы приходили в локацию, у нас была уже заранее расписанная раскадровка, мы создавали атмосферу, которая нам нужна, и уже просто снимали, как бы сказать, производили. То есть, все с акцентами, предварительно уже продумав. Все достаточно просто. Тогда можно еще последний вопрос. Расскажите о том, когда именно вы снимали какие-то кадры. Ну, то есть, вот сказали, что когда главный оператор заболел, вы снимали. Может быть, у вас есть какой-то опыт, который вы получили в этой... Вот именно в этой съемке, которым вы хотели бы поделиться? Ну, за полторы смены там особо опыта, как сказать, не наберется, но, в принципе, весь прыг для меня был одной большой радостью, потому что была отличная молодая команда, и было одно удовольствие работать над хорошим фильмом, в хорошей команде. И все было в новинку, скажем так, потому что меня точно так же взяли, пригласили в команду с того ни с сего, просто потому что вот мой мастер снимает картину, и это уже был для меня пошел опыт с первого дня. Было сложно, было очень интересно, и эта картина мне очень много дала, что впоследствии дала очень хороший, как бы сказать, старт для моей карьеры уже. Впоследствии. А у меня такой вопрос. Извините, пожалуйста. Я вынуждена вас перебить, и мне кажется, было бы лучше, если бы организовалась какая-нибудь очередь, потому что у меня уже тут рука от слов подержать микрофон, и ребята хотят, и я... Вы посмотрите, спрашивайте. В общем, вопрос к Вячеславу. Вячеслав, расскажите о работе режиссера с актером. Были ли какие-то особенности? И хотелось бы, чтобы режиссер потом это прокомментировал. Ваш ответ. Особенности? Ну... Не последняя картина, на которой мы работаем. Да, тут еще илья, тут нужно еще и думать, о чем говорить. Если как бы ты как-то... Особенности, не знаю, для меня работа с каждым режиссером это какая-то особенность. А в чем особенности? Особенности ильи. Когда я вот и я рассказал же какую-то историю про пробы, по-моему, пробы были в мае месяце, и прошло два месяца, я уже распланировал конец лета, и вдруг мне позвонила Ксюша, я спросил, какая Ксюша, и она говорит, вот вы ходили два месяца назад на пробы, и вот тогда еще фильм назывался «Трек», рабочее название было, и вот вас утвердили, я обрадовался, и следующий вопрос был, давайте скажите, какие у вас дни, чтобы порепетировать, что уже для меня было очень важно, очень ценно, очень интересно, что мы будем репетировать кино с Костей Ишкевичем, который приедет из Москвы, и с Наташей Сурговой. Вот уже вот эта особенность какая-то очень ценная, потому что это сразу же говорит о том, что режиссер, и что вообще этот проект, какие задачи он ставит, хотя бы даже профессиональные, человеческие и прочее. Работа над костюмом происходила над моим, вместе с Ксюшей, кропотливейшая работа. Столько жилеток было перемерено, столько рубашек, и мы с Ксюшей ходили по магазинам, приходили с мешками, Илья смотрел и говорил «нет». Надо было прийти к нам, и мы вам пошли. Ну вот, 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 это вот у нас следующий уже. Вот, а потом, когда уже началась, вот весь этот предпродакшн прошел, потом ко мне Илья, это я уже подошел, и тихонько на ушко сказал, «Слава, а ничего, если тебе немного выщипают брови?» Это режиссер подходит? Илья говорит, «Конечно». Просто это вот так, вроде сейчас так вспоминаешь смешно, а на самом деле в жизни у меня не было такого, наверное. Вот как бы особенность Ильи. И потом, когда началась работа, уже непосредственно прошел предпродакшн, и начались сами съемки, было очень комфортно, и я как актер полностью доверился. Доверился не только, не в смысле доверился режиссеру и делай из меня, что хочешь, а в смысле, что я доверился тому процессу, который запустился благодаря Илье, вот всему вот этому проекту, как некому такому творческому процессу, в которой каждый принимает участие. И было очень приятно просто там быть и исполнять какую-то свою роль, роль актера. Вот, за это большое спасибо. И вот очень... И я в третий, наверное, в четвертый раз смотрю этот фильм, и каждый раз по-новому. И сегодня меня, вот после сегодняшнего просмотра фильма, взволновал тем, что это фильм о любви. И мне не важно, опять же, вот возвращаясь к тем разговорам, которые там про возраст, до о любви фильм как бы. И мне до фени как бы, до возраста, в принципе. Я смотрю, и я в какие-то секунды переживаю, вспоминаю что-то из своей жизни. Там, не знаю, мечтаю, ностальгирую. Мне это приятно. И вот так. Спасибо. Можно, да? Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот я на вас смотрю, у вас слаженная, такая дружная, рабочая команда. Скажите, пожалуйста, так или иначе, вот все равно сталкиваетесь с какими-то трудностями при съемках, ну, с какими-то форс-мажорами при съемках. Мне всегда очень интересно, какого рода трудности возникают, и как вы с ними разбираетесь, насколько быстро это получается. Вы, наверное, хотели узнать, ругаюсь ли я на свою команду? Нет. Ну, по каким-то причинам переносятся съемки, останавливаются. Я понял, да. Я шучу. Кино — это форс-мажор 24 часа в сутки. Поэтому, как бы, в любом случае форс-мажор просто нон-стоп. В кино, мне кажется, нужно идти только тогда, когда ты постоянно учишься решать эти форс-мажоры, как бы не отходя от своей идеи. Вообще, мне кажется, что кино — это такой большой форс-мажор с точки зрения того, что у тебя, ну, там, художник, да, или писатель, у тебя есть ручка, бумага, все, да. Я, как режиссер, моя ручка-бумага — это мои люди, с которыми я работаю. И, мало того, это не просто какой-то бездушный инструмент, который я беру в свои руки и что-то вояю. Это люди со своим мнением, со своим видением, со своим ощущением того, каким должно быть это кино. Все читают сценарий, да, как некая отправная карта. Поэтому моя задача просто услышать каждого члена съемочной группы и направить его, этот некий корабль, где главнокомандующий, в одну сторону. Вот решение всех этих форс-мажоров должно просто колебаться в рамках вот этого направления, движения вперед. Потому что, и там, не знаю, и актер может отпасть, замениться, еще что-то, и костюм порваться, и там, декорация слететь, объект, там, все что угодно может быть. Важно просто, важно просто оставаться людьми, в первую очередь. Во вторую, это все равно плыть в ту сторону, которую ты изначально наметил. И поэтому объединяя как-то ваши вопросы, то, что вы спросили о том, как я работал с командой, с актерами, для меня это семья, для меня это близкие, мне очень родные люди. Поэтому если нет этого ощущения, человек просто на моей съемочной площадке не может находиться. Это просто какое-то поле, в котором все двигаются, в котором все существуют, в неком одном ритме, и как только один человек просто существует в другом ритме, он сразу выпадает. Не знаю, у меня так выпал, там, не знаю, водитель, просто который довозил из точки А в точку Б актера, ничего при этом не говоря, но я просто чувствовал, что это инородный элемент. И его не было с нами, да, на площадке. Точно так же актеры, да, им нужно создать некую атмосферу, вот поэтому для меня очень важны были репетиции, для меня очень важно было, чтобы они вошли во все это, погрузились, прочувствовали, чтобы для них эта история стала родной. Да, там, это сейчас не, ну, сейчас люди там в основном просто приходят на площадку и иногда тут же перед кадром читают сценарий и быстро вскакивают в историю. Мне казалось, что сделать такую историю, которую мы пытались сделать, и, не знаю, получилось, не получилось, это уже вам судить, там, и время рассудят, да, вот такую чувственную, трогательную историю, где вот некий такой мир, ну, плюс еще к тому, из некой атмосферы 80-х, из некой атмосферы старых фильмов нужно делать с семьей. И для меня съемочная группа и актеры – это семья, с которыми я там прожил достаточно долгое время, с некоторыми, там, месяц-два, как с Игорем Дереховым, почти год там существовали в постпродакшене, да. Ну, невозможно решать конфликтные истории. Нет, возможно. Я считаю, что есть два способа. Либо ты, как бы, жесткий тиран, и ты всех нагибаешь и заставляешь через насилие, заставляешь делать то, что нужно, и тогда может получиться результат, может и не получиться. Либо ты делаешь все это, ну, с любовью. Наверное, так можно назвать. Неважно, какой способ ты используешь, какой путь ты изберешь, либо жесткостью, либо мягкостью, и то, что люди делают, все не потому, что они получают зарплату. Могу сказать, что у нас такие мизерные зарплаты были на картине, потому что, ну, это просто дальше некуда. И я благодарен безумной группе, которая, несмотря на все на это, работала и работала с полной самоотдачей, художником просто низкий поклон всем. Потому что, еще раз говорю, такое кино, как мне кажется, сделать нельзя было через силу, через насилие, через боль. Нужно было делать ее мягко, аккуратно и с тем, чтобы все работали в одном направлении, все делали все это, потому что им нравится это делать. Илья Борисович, я с вашего позволения. Просто напомню, трудности, они не обязательно происходят и только в съемочном периоде, связанном с чем-то. Вот я хочу просто напомнить, каким образом появился на картине композитор Алексей Яковель. И это первый момент, потому что как рождается музыкальный ряд картины. Режиссер как-то слышит. Он не слышит ее всю. Он слышит какие-то определенные мелодии, он слышит какие-то их в определенных местах. И подбирает, соответственно, музыку, которая могла бы, из той, которая уже есть, написана, которая уже живет, которая могла бы дополнить изображение и сделать его уже звуковым. Поэтому у Ильи было свое решение. Но композитор – это личность, которая, соответственно, сама выражается. Поэтому, когда пришел один композитор, тоже, послушав то, что Илья с монтажером подложили под изображение и выразил уже в реальных мелодиях, в каких-то своих зарисовках, своим талантом вариант, он не подошел. Потом второй пришел, композитор, с ней произошло то же самое. И мы уже, в общем, достаточно плотно работали в речевом звучании, а композитора так и не было. То есть музыки нет. И вот образом там определенным появился композитор Алексей Кавиль, который написал сразу первую мелодию, которая с начала картины идет. И когда ее Илья услышал, и потом я услышал, я понял, что этот человек отсюда. И то, что он сделал, это он этим живет. И это как-то наше. Но трудность это была. И напряжение от этого было. Потому что музыки, как вы слышите, много, она везде работает. Не знаю, это дело вкуса. Может быть, кому-то хотелось бы поменьше, может быть, кому-то хотелось бы другой. Это уже другой вопрос. Но картина и жанр требуют этого. Она все время должна подкидывать какой-то образ эмоций и так далее. Это вот я про трудности. И второе, с чем мы боремся. Ну, вот какая трудность у нас была, например, когда мы озвучили уже роль Юшкевича Константина, и у нас осталось записать только закадривый текст, его внутреннего голоса. Вот как вы себе можете представить ваш внутренний голос? Ну, вот поставить вам, когда он говорит, ну, говори своим внутренним голосом. Это достаточно сложно. Вот. И не всем актерам это тоже поддается. И мы думали, что мы справимся с этим часа за четыре. Ну, да. Два-три часа мы думали, что мы записываемся в текст. Он в одиннадцать часов утра пришел в первый день, во второй ушел в одиннадцать, и во второй снова в одиннадцать, и еле еле спел на поезд. Это было для сестра, причем он уже был совершенно измотанный. Ну, собственно, с чем мы боролись? Ну, конечно, мы боролись с собой. Ну, конечно, мы боролись с тем, чтобы внутренний голос и текст, который говорится по ощущениям, это субъективная вещь, абсолютно субъективная, для нас, для всех, для Ильи, для меня и для Константина был бы внутренним голосом, которому бы вы доверяли. Не знаю, вы ему доверяете или нет. Мы да. Добрый вечер, Россия. Ячмельев Александр, кафедра продюсерства «Первый курс». Я прошу прощения. Сейчас, я прошу прощения. Там есть из интернета вот эти вопросы, Илья. Мы обещали людям, они прислали, а потом будет уже ваш. Хорошо? Пожалуйста. Как изменилась ваша жизнь после выпуска из Кита? Что было для вас самым ярким во время обучения здесь? Ну, как изменилось... Чуть-чуть, да, мы сняли кино, и, надеюсь, не последнее. А что было самым ярким? Ну, не знаю, много каких-то очень положительных ощущений. Самое... Я не могу что-то вычленить самое яркое. Самое яркое, наверное, когда я... Студентом первого курса снял короткометражку, и мы взяли приз на Петр Ките, приз за Лошу и Жесуру. Я помню, что я сидел где-то... Я даже не думал, что мы что-то возьмем, потому что это был студенческий операторский этюд, черно-белый, без слов. Мы перевели какое-то, сделали дурацкое телекино, где там все шипело, все шумело, и, в общем, был какой-то кошмар полный. Поэтому я, ну, просто отдали работу на Петр Кит, и там, ну, как-то прошла, там, никаких отзывов, ничего. И я сидел в самом конце зала, в доме кино, и вдруг объявляют лучший режиссур фильм «Гость» или «Северова». Я даже, я с кем-то болтал, даже не услышал. Вдруг увиделось, что все на меня опорачиваются, и что-то меня подталкивают. В общем, ну, вот это, наверное, было самым ярким, потому что было неожиданное и приятное. Из таких положительных ощущений съемки в павильоне, очень прям, ну, то есть, какие-то творческие очень моменты. Ну, да, это вот процесс творчества, если вы там снимали студенческие работы, или снимаете, или будете снимать. Это самое вообще кайфовое время, когда над вами никто не стоит, когда у вас нет никаких рамок, вы делаете все, что хотите в любые сроки, привлекаете кого угодно, и все вам открыты, рады. Вот это, наверное, вот это ощущение самое приятное. И второй вопрос. Насколько сейчас сложно найти финансовую поддержку для создания полуметражного фильма? Очень сложно, и еще раз говорю, что я, ну, то есть, это какой-то вытащил счастливый билет, и вам желаю, потому что, вам желаю его вытащить, потому что это очень сейчас тяжело. Вот даже несмотря на то, что год кино, ну, в общем, я не знаю, посмотрим, что вот сейчас объявит Министерство культуры, и какие дебюты она запустит. Надо пробиваться, надо верить, надо бороться, надо всем рассылать синопсисы, надо, если сценаристы, общаться с режиссерами, дружиться, приходить к ними домой, отсылать, и не бояться, что что-то украдут. Украсть вообще могут все что угодно, поэтому здесь вообще, в принципе, по этому поводу не бойтесь. Ну, вот, мне кажется, что просто надо пытаться, пытаться, пытаться знакомиться, общаться с продюсерами, ездить на фестивали. Ну, и, конечно, ваши дипломные работы, это ваша визитная карточка, точно так же, как случилось у меня. Если бы не Безна, наверное, я бы не снимал эту картину. Безна служила в этом смысле, мне хорошую службу. Вот. Да. Александр, конфетропродюсер, 101 курс. Хотел спросить, какая дальнейшая судьба, картина, будете ли его где-нибудь прокатывать? Ну, здесь немножечко неправильно написано, что это предпремьерный показ. Премьерный показ. Премьера была, да, 10 сентября на киностудии Ленфильм. Было открытие кинотеатра киностудии Ленфильм. И 10 числа начался прокат картины. Естественно, ну, как бы у нас тоже были определенные сложности в прокате, потому что по некоторым соображениям у нас картина, еще раз говорю, сейчас целевая аудитория людей, которые ходят в кино, это там мальчики и девочки от 13 до 23 лет. И понятное дело, что с этой картиной мы в эту категорию точно не попадали. Чтобы привлечь нашу целевую аудиторию, той, которой фильм нравится, нужно ее как-то завлечь. Понятное дело, что чтобы привлечь минимально какую-то аудиторию, чтобы она узнала о фильме, нужно там 2-3 миллиона долларов только на раскрутку. Естественно, таких денег у студии не было. И, ну, если бы это был однозначно там хит молодежный, который бы оправдал свои вложения, то тогда бы, наверное, картину бы купили дистрибьютор и дальше уже прокатывали. У нас был ограниченный прокат, 70 копий, порядка 12 копий в Петербурге, по-моему, 18 копий в Москве, и там остальное все по России, там, в городах-миллионниках, по одной-две копии было. Ну, картина собрала там свои мизерные какие-то деньги, ну, вот, вот, две недели был прокат. Вот, сейчас картину продали в Аэрофлот, в Сапсаны она там, и планируется по телевизору продажа прав на ТВ. Когда, еще, пока непонятно, картины, еще там переговоры идут. Поэтому, ну, вот такая вот судьба. Фестивали, ну, вот мы были на двух фестивалях, Выборгский кинофестиваль, мы взяли приз «Зрительские симпатии» и кинофестиваль «Улыбнись, Россия» в Туле, фестиваль комедийных фильмов, там тоже взяли приз. Поездили, ну, мы открывали там разные недели кино в разных странах, там, Польша, Венгрия, Чехословакия, в общем, ездили, смотрели. Вот тоже были такие информационные показы. Ну, вот странно, как бы вот, я очень там, в Польше, например, боялся, потому что почти весь зал набился молодежью. Ну, я думал, что опять будет какая-то тишина там или еще что-то, потому что мне казалось, что это не молодежное совсем кино, и там, как бы там моя группа не говорила, что это кино там про любовь для людей, но мне кажется, что все равно у каждого продукта есть своя целевая история. Ее невозможно, как бы, сказать о кино для всех. Это значит обманывать себя. Детское, это для детей, там, у каждого фильма есть какая-то определенная целевая категория людей. Вот, ну, вот в Польше, к примеру, было просто там, люди смеялись, и потом была тоже такая встреча со зрителями, и почти весь зал остался, что для меня было, наверное, немножко странно, потому что, ну, вот европейская молодежь, как оказалось, чуть более, как бы, расслаблена. Ну, опять же, там была не специальная публика, здесь все-таки вы профессионалы, да, будущие, настоящие, поэтому, ну, там были просто обычные люди, которые захотели посмотреть русское кино. Спасибо. Я задаю вопрос целой группы людей, которые просили передать эти вопросы. Честное слово, я больше не буду говорить про детали, про публики с крабиками, хотя это не попадание в образ, конечно, а не просто мой каприз. Вопрос вот такой. На самом деле, когда ты что-то делаешь, и ты можешь понять, что это замечательно, когда вокруг все говорят, о, это же история про меня, это же история про меня. Вообще можно было бы вот просто зажмуриться, не посмотреть фильм, а слушать только то, что говорят вокруг тебя люди, и ты уже бы понял, что вообще потрясающий продукт вышел, потому что все вокруг, что я слышала, это не первый мой просмотр этого фильма, я очень люблю этого режиссера, все говорят, это про меня. Я уже сегодня взяла эксперта независимого, это лучший тусовщик Питера Мазурук. Он смеялся все время и кричал, это про меня история, и это про меня история. И про меня, конечно, потому что я 20 лет замужем, я однажды выгнала мужа из дома и сказала, пошел вон, мы разводимся, у нас двое детей. Абсолютно непьющий человек взял бутылку водки, посрывал фотографии детей со стен и ушел ночевать на пляж. А я, как дура, все это время смотрела, какая погода на пляже, и чтобы быть солидарна с моим любимым, я стояла под параллельным дождем и так же не одетая, чтобы мне было так же холодно к кему. И когда под абсолютно пьяный человек мне утром позвонил и сказал, как дети. Я сказала, ты замерзн, он говорит, очень. Я говорю, приходи, мы не будем разводиться. Ребят, спасибо огромное за то, что вы сделали фильм с хорошим концом, и его очень приятно смотреть. И на самом деле я была удивлена, что и в Америке посмотрели все мои друзья этот фильм, от 80 до 20, там была публика, и они сказали, это потрясающий фильм, что в России уже начали снимать хорошие фильмы. Спасибо вам. Спасибо. Ну да, у нас был... Спасибо вам. Друзья, давайте так договоримся, уже у нас следующее мероприятие, зал и зал наш постоянно работает для нас же. Вот, давайте договоримся, последний вопрос, да? Последний вопрос, и мы уже отпускаем наших дорогих гостей и сами идем думать по поводу того, что мы увидели. Пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос к оператору. Мы на общих планах часто могли наблюдать такой неспешный наезд камеры, и вот вопрос, зачем он вообще нужен был и чем продиктовал. Спасибо. Наверное, ко мне, да, потому что где-то было обусловлено неким драматургическим, чтобы мы потихоньку драматургическим, некий драматургический смысл, чтобы мы чуть-чуть потихонечку приближались к героям, да, вовлекались в эту историю. И надо просто конкретно, вот, почему здесь, почему здесь я так... Ну, да, некоторые, ну, там, 80% ну, таки наездов были сделаны во время съемки, часть была сделана в постпродакшене, потому что у нас позволяло разрешение. Ну, я, надо просто тыкать конкретно, вот. Ну, хорошо, вот, например, сцена, когда сын пришел к матери, мы, в принципе, уже знакомы с героями, и к чему там был этот наезд в интерьере? Вот, где-то начало, до середины. Когда сын пришел и сказал, что надо отцу отдохнуть. Ну, мне казалось, что нужно, необходимо немножечко приблизиться... Именно, чтобы приблизиться к герою. И к проблемам, к проблемам их, и чуть-чуть в эту историю чуть-чуть погрузиться, да, в переживания героя. Ясно, спасибо. Вот. Из-за того, что вы сказали, да, у меня очень много людей подходит. В Выборге очень была смешная история, к нам подошла пара, сказала, что, знаете, мы вот с мужем пошли в ЗАГС разводиться. И, значит, решили напоследок посмотреть кино вместе и развестись. Смотрели, подумали, что, может, и не надо. Это, наверное, было самое такое близкое и дорогое мне восприятие фильма. Подошел Евгений Евтушенко, поэт, плач и сказал, что эта история про меня, про моих родителей. Ну да, вот это, наверное, самое важное, некий отклик в человеческих душах, в сердцах. Очень жалко, что у вас не было вопросов к художникам-постановщикам, к художнику по костюмам. Есть вопрос, себе позволю, откуда взяли оружие совершенно замечательное и как его подбирали? Изначально делали эскизы настроенческие, как мы видим данную локацию, объект, как герой вживается в эту локацию. А потом нашли некого человека, он оказался загадочным и чем-то даже похож на нашего Гальцева, он находится на Васильевском острове. Сам он живет в старом фонде, у него четырехкомнатная квартира. Когда мы зашли, первое впечатление было, это огромная металлическая дверь, причем сделана вручную, там сварена, заварена, с каким-то ультраглазкум, водонепроницаемый, не знаю. За этой дверью была еще одна дверь. Поскольку мы ему заранее позвонили, он нас ждал и ждался в обычной своей обстановке, в обычных домашних трико с вытянутыми коленами, в своих очках роговое право и там на резинке. Все это правда. И все, он весь такой засаленный такой был. Но в то же время, когда мы смотрели, он настоящий чернокопатель, у него дома целая коллекция, и в квартире можно было ходить, ну там часами разглядывать, изучать, и мне кажется, даже недели бы не хватило, чтобы изучить всю его коллекцию. Причем он рассказывал, что его пару раз грабили, службы там порядка у него, конфисковали много имущества. И периодически, когда мы ходили по этой квартире, отбирали реквизит с ассистентом режиссера по реквизиту и продумывали наполнение интерьера сразу же, что мы будем брать, какие пятна по массам, распределять по фактурам. Ему постоянно звонил мобильный телефон. И вот этот образ мне не сочетался с его словами. И звонил его любимая. Ему саму лет, наверное, 50, вот саму копатель. И он всегда называл, да, моя королева, да, и слушайте, да, моя королева, у меня тут гости, королева, я тебе перезвоню. И вот удивительный человек. И вот на самом деле в таких нюансах, в таких деталях нужно это вспоминать, складываться в образы. И также они переходят в декорации, интерьеры, в эту среду, которую хочется передать. Это так. За телевизор у места стула отдельное спасибо. Вы большой университет у Святозарова учились, да? Да, мы с Алексеем учились. Ксения тоже с нами, может быть, как-то училась всю жизнь. Ну, я должна обрадовать наших студентов. Мы сейчас заключаем договор с Большим университетом. И теперь студенты, художники, каждый войдет в нашу съемочную группу. И у нас, у каждой съемочной группы будет свой художник. Настоящий, будущий, конечно. Художник по костюмам и художник по становщикам. Вот. А вы совершенно замечательные все. Ну, тут просто. К сожалению, мы должны заканчивать. Можно еще долго, наверное, поговорить. Светлана Ивановна, извините, пожалуйста, можно мне сказать буквально одно слово. Ты наш педагог по актерскому мастерству. Спасибо тебе огромное. Я давно не получала такое удовольствие от нашего кинематографа. Спасибо. И я очень волнительно, то есть с большим волнением смотрела и ревностно еще следила за реакциями зрителей, молодежной аудитории, потому что я, конечно, понимала, что это фильм про нас. Поэтому тебе большой поклон, спасибо огромное. И знаю, что теперь вы можете приходить за кадрами актерскими не только в академию театральную, но и в наш вуз. Спасибо. У нас набран курс Леонида Павловича Мозгового, где я тоже преподаю. Спасибо. Мы будем сотрудничать и выше. Наталья, Лена, извините, пожалуйста, я никогда не хотел быть артистом. Но все-таки ты был очень приличным артистом. Я просто понимал, что в 17 лет после школы бессмысленно идти в режиссуру. Я зашел в университет кино и телевидения. Тогда еще был какой-то не отремонтированный холл. Я зашел, и мне какой-то странный мужчина сказал, пойдем, посмотришь, как работают режиссеры. И, значит, я подхожу, какая-то старая дверь, значит, он приоткрывает каморочку, там, наверное, закуток 3 на 3 метра. Там сидит 8 человек, у них вот такой толстый телевизор, и они вот так вот, впившись в экран, что-то там высматривают. И какой-то человек стоит, там что-то, в общем, какие-то безумные были условия, в отличие от того, что потом было, когда я поступил уже после театральной академии. Я понял, что, наверное, я пока еще не готов. И о чем снимать кино, когда в 17 лет я еще ни разу не целовался. И, в общем, даже если элементарно мне сказали бы, снимая кино про любовь, я, наверное, бы, ну, не смог бы. Поэтому, Наталья Леновна, спасибо вам. С первого дня, когда ты учился на актерском курсе, у тебя уже камера была в руках. Ты снимал все наши учебные работы. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня замечательный у нас с вами день. Мы смотрим, мы все-таки одни из самых первых зрителей, которые смотрят это кино. Кинозал на Ленфильме маленький, копий немного. Я почти уверена, что, например, канал России, это просто для канала России кино. Для вот тех зрителей, о которых вы говорили, да. И такое кино, конечно, обязательно нужно смотреть. И замечательно, что там и артисты петербургские, и много, и съемочная группа вся наша, и выпускники. Здесь есть наши призывы снимать доброе кино. Многие относятся к этому немножко скептически. Но этого так сегодня не хватает, чтобы уходить вот с сердцем успокоившимся и добрым, и действительно ощутить вот это состояние добра, которого в жизни мало. Вот для этого и существует великий волшебник, кинематограф, который дает нам ощутить и то, чего мы в жизни могли бы и не ощутить. И в этом фильме вы все там есть, и те, кто работал, и те, кто снимался, вы душу туда все вложили. Она вся, она там есть, ваша душа в этом фильме. Поэтому дай бог ему быть показанному и не раз. А потом когда-нибудь вот зал-то повзрослеет, время же идет, и молодость — это тот недостаток, который, да, быстрее всего исправляется. Это известно. И когда-нибудь, когда-нибудь золотая коллекция, или фильмы, фильмы из севера, ну, мы же откуда-нибудь оттуда на это посмотрим, но тем не менее, почему бы и нет? Сегодня нам трудно оценить то, что вышло, да? Вот мы оцениваем же многие фильмы спустя многие годы. Сейчас идет тут золотая коллекция, фильмы показывает нам. А я вспоминаю, когда фильм выходил, он был, да вроде бы и такой средненький. А оказывается, да, большое видение на расстоянии. Так что все еще, возможно, и, может, и в золотой коллекции будет, да? Давайте поблагодарим наших замечательных гостей за то, что они уделили нам время, пришли сегодня, встретились с нами. Мы посмотрели их фильм. Мы желаем вам огромных творческих удач. Вот вы сегодня своим рассказом дали понять, ну, вы знаете, вы как вот ребенка родили, может быть, даже это еще тяжелее, в жизнь целую прожили, не один год в этой истории. Да, мы с вами посмотрели «Час двадцать» и пошли. Вот чтобы получилась такая история «Час двадцать», в нее три года душу надо вкладывать. Спасибо большое. Спасибо. Приходите к нам. Снимайте кино, и если сценаристка есть в зале, шлите сценарии. Посмотрим, что будет. Может быть, следующая история с ней вместе. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова